Европа. Великие имена. Европа. Великие имена. Европа. Великие имена. Европа. Великие имена. В всей округе, да. Постой, постой, так ты говоришь, он рисует? Да, и надо дать ему справедливость. Делать это отменно. Хотя мальчишка всего тринадцатый год. Пожалуй, сам Чимабуя не нарисовал бы этих овец лучше. Ну, если бы, конечно, великий мастер снизошел до столь презрельного предмета. Так я скажу тебе, добрый человек, Чимабуя сейчас перед тобой? О, небо. Передо мной сам Джованни Чимабуя. Тот, чьей кисти принадлежит распятие басистской церкви. Да, он перед тобой. И ему не терпится взглянуть на овечек, нарисованных твоим сыном. Где я могу увидеть эти рисунки? О, далеко ходить не надо. Совсем неподалеку лежит большой плоский камень. Он весь исцарапан его рисунками. И чем ему так полюбились эти овцы? У бани приложу. Вы уже наверняка догадываетесь, что юным художником был никто иной, как Джотто. И что маститому живописцу Чимабуе чрезвычайно понравились его овечки. Конечно, мы можем не верить этой легенде. И все же она дает нам немало ценных штрихов к портрету самого Джотто. В его интересе к пасущимся овцам уже присутствует дух Ренессанса. Окружающий мир в самых будничных его проявлениях впервые попадает в поле зрения большого художника. Мы увидим, что даже таких презренных созданий, как мух, прославленный флорентиец, мог почтить своим искусством. И так он становится подмастерьем крупного живописца Дучента. Мешает для него краски, сколачивает рамы, запоминает секреты мастерства. Подумать только. Джотто, ты у меня в учениках уже десять лет. Да, мой мастер. Они пролетели, как десять дней. Десять счастливых дней, проведенных в мире искусства среди твоих дивных образов. О, друг мой, ты слишком восторжен. Эти образы не мои. Они давно созданы византийскими мастерами. Я лишь преуспел в знании строгих канонов, придуманных до меня. А то, что ты называешь искусством, всего-навсего ремесло. Да-да, такой же, как выпечка хлеба, ковка металла и прочее. Я слышу слова недостойной большого мастера. По куску хлеба не определишь пекаря. По кухонному ножу не выявишь кузнеца. Глядя на твои творения, каждый скажет, что они принадлежат чемобуе. Это верный признак искусства, не ремесла. Не скрою, что я вдыхаю в свой труд некую часть души. И все-таки мы живописцы, как и ремесленники. Создаем вещи. Есть заказ и есть вещи. Видишь, как невозмутимо сидит на загрунтованной доске эта муха. Ей невдомек, что на этой самой доске я собираюсь изобразить Мадонну. Ай, дай-ка я прогоню это назойливое насекомое. А ну, идти прочь! Что такое? Она не улетает, она... Она нарисована. Джотто! Это ты? Прости, мой мастер. Я просто решил проверить, смогу ли я так написать муху, чтобы даже ты со своим проницательным взглядом не сумел отличить ее от настоящей. Не беспокойся, я сейчас же удалю ее с доски. Ах, проказник! Тебя так интересует все живое, и я, признаться, люблю тебя за это. Часто припоминаю твоих овечек. И все же не иди на поводу у бремной природы. Ей поклоняются лишь язычники. Природа и небеса столь же далеки друг от друга, как лицо смертного и лик святого. Этой мыслью еще дышат первые, самостоятельные работы Джотто, на которых святые изображены согласно строгому греческому канону. Светской живописи в те времена не существовало, и нельзя сказать, что Джотто стал ее первым представителем. Темы и сюжеты его работ, как ранних, так и поздних, исключительно религиозны. И все же его считают революционером в изобразительном искусстве и родоначальником реалистической живописи. Почему? Около 1302 года на заре Тричента мастерскую Джотто посетил один состоятельный заказчик. Здравствуйте, мессер Джотто. Прошу прощения за столь неожиданное вторжение. Зовут меня Энрико. Энрико Скровеньи. Фамилия мне, безусловно, знакома. Да, так вот. Видите ли, слава о вашем мастерстве давно проникла во все уголки Италии. Я человек темный и от художества далекий, и долгое время не придавал этому значения. Однако, когда мой приятель назвал ваши фрески в церкви Сан-Франческо-Вассизи восьмым чудом света, тут уж я не выдержал и пообещал себе посетить эту старинную базилику, которую начал расписывать еще досточтимой чемабуэ. Я был потрясен. Святой Франциск почил в Боге более семидесяти лет назад, а я с уверенностью могу сказать, что видел осистского праведника воочию. Да-да, поистине, вы первая кисть Италии. Да что Италии? Всего подлунного мира. Благодарю, благодарю. Но какова же, однако, цель вашего визита? Я намечаю во Флоренции строительство капеллы. И, ну, как бы лучше сказать, я... Думаю, я понял вашу мысль. Что ж, я соскучился по большой работе, да и деньги мне признаться нужны. Я принимаю ваш заказ. Благодарю вас. Но это еще не все. Видите ли, обо мне, и что самое главное о моем отце во Флоренции? Ну, не очень хорошо отзываются. Ну, в силу того, что я и мой отец, мы... А-а-а. Так вы сын покойного Реджинальда Сокровения? Да. Того самого, которого я слышал, многие величали старым Иудой? Ну, увы. Он был ростовщиком, да и я, признаться, пошел по его стопам. Причем же здесь ваш заказ? Я, не священник, а всего лишь художник. Я, я все вам объясню. Вскоре Джотто приступил к работе. Роспись капеллы Скровений, или, как ее еще называют, капеллы Дель Арена, считается одним из его ярчайших творений. Более девятисот квадратных метров покрыл мастер фресками, изображающими земную жизнь родителей Богородицы и Акима, и Анны, самой Марии и Христа. Именно здесь находится знаменитая фреска «Поцелуй Иуды», произведение которой и сегодня поражает накалом чувств, важностью каждой детали. Что говорить о тогдашнем зрителе? Такая живопись казалась ему чем-то немыслимым. Живописное пространство впервые было трехмерным. Персонажи двигались, жестикулировали наполненные живыми чувствами, радостью, гневом, боли, восторгом. В возвышенных ликах святых проступали черты простых человеческих лиц. Мессер Джотто, я человек темный, а потому пусть вас не оскорбит мой вопрос, а отчего вон-то фигура из толпы на фреске с поцелуемой Иуды стоит к нам спиной? Если не видать лица, так, быть может, и вовсе не стоило изображать ее. Мессер, скровение, если во время работы над фреской я стою к вам спиной, разве это значит, что мне не стоит работать? Нет, нет, помилуйте, я просто интересуюсь. А почему один из стражников, бегущих схватить Христа, наступил человеку на ногу? Разве это так странно? Такое всегда случается при большом стечении народа. Думаю, что та страшная ночь не была исключением. Да, Христос смотрит на Иуду так, будто вы присутствовали в ту ночь в Гефсиманском саду и видели все своими глазами. Разумеется, меня там не было, но я знаю, как смотрит на грешника его совесть. В этом взгляде нет осуждения, но от него некуда скрыться, не правда ли? Да, да. Мессер Джотто, здесь так душно, если бы я был вами, то в полдень, пока стоит такая жара, я передохнул бы от живописи. И я бы, конечно, это сделал, если я был бы вами. Так не забудьте же, о чем мы с вами говорили. Тогда. Художник не забыл. На огромной фреске, изображающей страшный суд, он изобразил скровение по правую руку спасителя. Ростовщик стоит на коленях, держа в рукав модель храма, построенного на его средство. И Дева Мария благосклонно принимает его даму. Какая тонкая работа, мессер Джотто. А этот человек, стоящий в сонме праведников, уж не вы ли это? Скорее, тот, кем я хотел бы быть. О том, себя ли самого изобразил Джотто на фреске страшный суд, ведутся споры. А изображение скровений считается одним из первых портретов в живописи Западной Европы. Быть может, заказчик наивно верил, что спасение его души, изображенное столь живо на земле, непременно должно свершиться и на небесах. Но в таком случае его отцу, скровений старшему, было не сдобровать. Суровый Данте в божественной комедии поселил старого ростовщика в седьмом круге ада. Справедливости ради скажем, что и сам Джотто, создатель образцов духовного искусства возрождения, дворец, перенесший на стены храмов столько евангельских сюжетов, не брезговал ростовщичеством. Да-да, известно как минимум шесть исков, которые он подал в суд на людей, задолжавших ему денег. Однако к нему Данте был не столь без жалости. Он упоминает его имя во второй части своей поэмы «В чистилище». Кисть Чимабуи славилась одна, а ныне Джотто чествует без листья, и живопись того затемнена. История не терпится слагательного наклонения, история искусства в том числе. Трудно сказать, чем был для человечества ренессанс. Шагом вперед, или же возвращением к античному язычеству, с его поклонением всему земному, как бы то ни было, Джотто отразил в своем искусстве искание и настроение своей эпохи. Будем ему за это благодарны. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова